Обзор сегодняшнего дня показывает, что большинство стран Среднего Востока Африки и Афганистана погрузилось в пучину бедствий и терроризма. Территории этих государств превратились в развалины. Жители этих стран из-за экстремистских движений, которые привели к бессмысленным межрелигиозным конфликтам, ведут скитолический образ жизни. Миллионы людей погибли из-за вооруженных конфликтов, возникших за последние годы на Среднем Востоке. В результате этих столкновений свыше 15 миллионов людей остались без крова и вынуждены мигрировать. Тысячи людей пропали без вести. Подростки и несовершеннолетние погибают в результате взрывов бомб и ракет. Процесс вовлечения молодежи в ряды террористических и экстремистских группировок, их участие в религиозно-конфессионных конфликтах стран Сирии, Ирака, Емена и Афганистана вызывает озабоченность мирового сообщества, в том числе жителей Таджикистана. К сожалению, некоторые неграмотные, наивные и легковерные молодые таджики также становятся жертвами мракобесных и опасных экстремистских идей, принимают участие в неприглядных и чудовищных религиозных действиях, поддерживают террористические и экстремистские группы. В результате развернутой операции сотрудников Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан в феврале 2018 года была выявлена опасная организованная группа, задержаны члены преступной группы в составе 14 человек. Основной целью данной группы было осуществление террористических актов на территории Республики Таджикистан. Руководители террористической группы граждане Республики Таджикистан Гулу Фахреддин по прозвищу Анас, 1993 года рождения, уроженец района Рудаки, житель города Душанбе и Азамов Махмуджон, прозвище Али Иумет, 1993 года рождения, уроженец и житель района Кушоньон Хатлонской области. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий было установлено, что главари террористической группы Гулу Фахреддин и Азамов Махмуджон являлись активными участниками экстремистской террористической организации исламского возрождения и получили религиозное обучение и террористически-диверсионную подготовку на территории Исламской Республики Афганистан. Они были мобилизированы именно на проведении террористических актов, в том числе взрывов, важных государственных объектов. Представительств иностранных государств в местах массового скопления людей и с этой целью создали свою специальную группу на территории города Душанбе. Гулу Фахреддин в феврале 2016 года по приглашению одного из идеологов террористической экстремистской организации исламского возрождения под вымышленным именем Абубакри Мувахид, под влиянием интернет-радио ЗЛО, примкнул к рядам данной террористической организации. Именно при его содействии и предводительстве Гулу Фахреддин рейсом Челябинск-Москва-Баку-Тегеран-Кабул совершил поездку в Исламскую Республику Афганистан и примкнул к боевикам террористической экстремистской организации партии Исламского возрождения, которые в составе террористической организации Исламского государства, расположенной в местечке Ачин города Джалалабад провинции Нангархар, вели боевые действия против правительственных войск. В составе данной группы они в течение одного года и двух месяцев проходили идеологическое и диверсионное обучение, изучал методы использования огнестрельного оружия, способы приготовления самодельных взрывных устройств. Позднее, в апреле 2017 года, он получил инструкцию от представителя партии Исламского Возрождения под вымышленным именем Хавоп поехать в Таджикистан. Ему объяснили, что на территории республики находится его будущее. Уже ранее подготовленные сообщники, и они вместе должны создать новую ячейку организации Исламского Возрождения и ждать приказов. В 2016 году я поехал в российский город Челябинск. Там через радио ЗЛО меня завербовали под предводительством Абубакра Мувахида для совершения джихада в Афганистане. В 2016 году я полетел рейсом Челябинск-Москва-Баку и из Баку полетел в Тегеран. Под предводительством Абубакра Мувахида я остался в Иране дней на 20-21, чтобы получить визу Афганистана. Получил визу из Мешхеда, полетел в Кабул. По прибытии поехал в террористический центр Исламского государства, и здесь я заметил, что нас всего 500 человек. Руководил всеми. Хабоб. Когда я был в Афганистане, Хабоб был гражданином Таджикистана, главарем таджиков, эмиром таджиков. Там в течение 15 дней нас обучали разбирать и собирать 4 вида огнестрельного оружия, автомата Калашникова, как его чистить, стрелять из гранатомета, каким образом бросать гранату. Преступный соучастник Гулова Фахредина Азамов Махмуджон в 2011 году совершил поездку в Российскую Федерацию. Он занимался строительными работами в городах Магнитогорск, Уфа и Москва. В этот период посредством интернет-радио сети ЗЛО под вымышленным им ником Али Азамов он заводит виртуальное знакомство с гражданином республики Таджикистан, членом террористической и экстремистской организации партии исламского возрождения Шафиевым Сайвали, его прозвище Джалободи и Муовия, уроженцем города Гисар, который представился ему идеологом террористической организации исламского государства. В ноябре 2015 года мы вошли в сеть ЗЛО, где были люди под именами Абу Мухаджир и Муовия, один из активистов террористической и экстремистской организации партии исламского возрождения, которые призвали нас к джихаду, укреплению религии в рядах исламского государства. Мы примкнули к ним и 26 января 2016 года получили билеты на рейс Казань-Москва, Москва-Дубай, Дубай-Мешхет и примерно в 11 часов вылетели из Казани гражданин Исламской Республики Иран по имени Ахмад Наджоти, встретил нас в аэропорту, повез нас в гостинцу, 2 февраля я полетел в Мешхет, оттуда самолетом в город Кабул Афганистана. Через некоторое время он попал под влияние религиозно-идеологических пропагандистских идей Шафиева СР и по его приглашению якобы для обучения совершил поездку воздушным рейсом Москва-Дубай-Мешхет-Кабул в Исламскую Республику Иран. В этой стране его встретили люди Шафиева СР и отвезли его на террористическую базу местечка Ачин города Джал-Лабад, где они вместе с Гуловым Фахридином прошел боевую подготовку. После прохождения террористической диверсионной подготовки Азамов Махмуджон в декабре 2017 года представителем партии Исламского Возрождения был отправлен другим маршрутом через Бадахшан, Исламской Республики Афганистан, в Таджикистан. Это было примерно в июле. На следующий день после праздника Рамазана я покинул территорию базы Исламского государства и направился в сторону Кабула. В Кабуле меня встретил гражданин Исламской Республики Афганистан по имени Абу Араб и отвез в город Кундуз Исламской Республики Афганистан. Нашел человека по имени Бесмилох гражданина Исламской Республики Афганистан. В Кундузе он мне сказал, что этот человек провезет тебя из афганского Бадахшана в Таджикистский Бадахшан, привез меня в Бадахшан Афганистана в Шугунан напротив Бадахшана Таджикистана. Оттуда в три часа ночи я сел на баллон, переплыл в воду и вошел в Таджикистан. Утром я прибыл в город Харок, в тот же день я сел в машину марки Старекс и приехал в Душамбе. На территории города Душамбе Гулов Фахредин и Азамов Махмуджон по поручению Хавоба создают подпольную террористическую ячейку, состоящую из молодых таджиков, которые в разное время проходили религиозное, идеологическое и диверсионное обучение под руководством Шафиева Сайвали, то есть Джаллободи, на террористической базе в Митечке Ачин города Джаллобад. Через 4-5 месяцев меня пригласил Хавоб и сказал, что меня отправляют в Таджикистан. Через день позвал меня и сказал, готовься, мы тебя отправим в Таджикистан. Он не ставил передо мной никакой задачи, сказал, когда доберешься, потом поговорим. Затем я из Афганистана прибыл в Иран, оттуда в Турцию, через 4-5 дней прибыл в Стамбул. Там один кыргыз, гражданин Кыргызстана, не зная его имени, дал мне паспорт, 1000 долларов и телефон. С тем паспортом я полетел из Стамбула в Кыргызстан. Из Кыргызстана поехал на машине в Таджикистан. Официально пересек границу с паспортом на имя Идиева Сайдали и попал в Исфару. Из Исфары поехал в Худжанд. Оттуда приехал прямо домой. Примерно через 5-6 дней приобрел сим-карту на свое имя и вошел в интернет. Связался с Хабобом и сказал, что добрался. В террористическую группу входили следующие лица. Гулов Аследин Курбон Муродович, 1998 года рождения, уроженец и житель города Душамбе. Махмудов Сунатулот Алапшоевич, 1993 года рождения, уроженец житель Восейского района Хатлонской области. Камолов Далер Мусульмонович по прозвищу Кори Далер, 1988 года рождения, уроженец и житель города Душамбе. Караев Умет Тагойбекович, 1983 года рождения, уроженец и житель города Нурек Хатлонской области. Шарифов Гулмурот Гулмуродович, 1983 года рождения, уроженец и житель района Хрудаки. Ширалиев Шомахмад Холмуродович, 1976 года рождения, уроженец и житель района Хрудаки. Шарипов Собир Холмахмадович, 1988 года рождения, уроженец и житель района Хрудаки. Азимов Дусмурод Тилаевич, 1982 года рождения, уроженец и житель района Хрудаки. Гулов Харидин Джон Хурбон Муродович, 1995 года рождения, уроженец и житель города Душамбе. Хамзаев Шавкат Худойбердевич, 1993 года рождения, уроженец и житель района Хрудаки. Террористы планировали накануне в дни празднования Навруз в Душамбе совершить серию чудовищных террористических актов. Расследование уголовного дела показало, что большинство членов названной группы при непосредственной финансовой поддержке террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения и их известных зарубежных покровителей были доставлены на террористическую базу Ачин по одному и тому же маршруту. После вовлечения названными идеологами, им были перечислены деньги на проезд, и они самостоятельно из России прилетели в Баку, оттуда в город Тегеран. В аэропорту города Тегеран их встретили двое граждан Исламской Республики Иран под именами Али Ризо и Али Акбар, обеспечили их ночлегом и пищей. По истечении трех суток подготовили им визу в Исламскую Республику Афганистан, отправили их сначала в город Зохидон, затем в город Мешхед. Из Мешхеда они были перенаправлены в город Кабул Исламской Республики Афганистан. При возвращении часть из них воспользовались маршрутом Афганистан-Иран-Турция-Кыргызстан-Таджикистан. Им вручили фальшивые таджикистские паспорта и предупредили, чтобы по прибытию в Таджикистан они уничтожили их. По поручению Хабоба вместе с Али, Азамом Махмуджон, по предварительному сговору для проведения террористического акта прибыли в Гипроземгородок к 201-й дивизии на повороте, и я высадил Али. Он прошел, а я вернулся. Али полностью обследовал по периметру 201-ю дивизию, крутился вокруг нее, все осмотрел. По предварительному сговору, по приказу Хабоба, мы прибыли для проведения террористического акта вместе с Гуловым Фахреддином. Фахреддин остановил машину возле мойки. Я вышел из машины и лично, начиная от стены, дошел до задних ворот. Вышел оттуда и через дома дошел до других ворот. Основной целью проведения террористического акта возле 201-й дивизии Российской Федерации была дестабилизация обстановки в Таджикистане, чтобы вызвать у населения страх и панику, и недоверие к безопасности в стране. На моей личной машине мы вместе с Али проехали до конца, не вышли, наблюдали из машины. Я остановил машину. Али стал осматривать танки, БТРы, технику. Дошли до конца и вернулись. Все это было по приказу Хабоба для проведения террористического акта, поэтому мы пришли и наблюдали. Прежде чем мой брат поехал в Афганистан, я советовал ему, чтобы он не ехал в Афганистан. Это неправильно. Тот джихада, о котором вы говорите, это неверный путь. Я его наставлял, но он меня не послушал. Я ему сказал, наша мать больна. О ней ты подумал? Отец сидит в тюрьме. Ты думал об этом? Ты завтра уедешь, у нас начнутся проблемы. Это он меня довел. До этого посадил меня за решетку. Жена моя беременная, отец в тюрьме. Мать болеет. Причиной всему мой брат. Я раньше советовал, чтобы он не ехал в Афганистан. Он поехал, сегодня у нас проблемы. 22 февраля 2018 года, примерно в 8 вечера, я собирался пересечь государственную границу Таджикистана и Афганистана. В Пянском районе был задержан сотрудниками Государственным комитетом национальной безопасности. В отношении задержанных Следственным управлением Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело по признакам статьям 401, прим. 1, 307, прим. 3, часть 2, 335, часть 2 и 347 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. И после полного расследования было направлено в суд для принятия законного решения. В июне 2018 года решением суда города Душамбе Азамов Махмуджон Бороджонович и Гулов Фахридин Курбон Муродович были приговорены к 26 годам Караев Умет Тагой Бекович, Хамзаев Шавкат Худой Бердиевич, Махмудов Суннатуло Талапшоевич, Шарипов Собир Холм Ахмадович, Азимов Дусмурод Тилавович, Гулов Харидин Джон Курбон Муродович, Гулов Аследин Курбон Муродович, Камолов Далер Муслимович. От 7 месяцев до 7 лет лишения свободы. Сегодня эти молодые люди раскаиваются в садейном, проклинают руководителей и членов террористической и экстремистской организации партии Исламского Возрождения, которые повели их по кривой дорожке преступлений и измен против своего государства и нации. Однако уже поздно раскаиваться, прежде чем сделать шаг, посмотри сначала под ноги. Прежде всего необходимо избегать связей подозрительными лицами и группами. С подозрительными лицами и группами. Необходимо отдавать предпочтение наукам и знаниям, благоустройству и благодеянию, на благо себя и своего края в целом. Тогда ни один враг не сможет повести за собой по пути убийств и разрушений. Я раскаиваюсь садейным. Все это я сделал от безграмотности. Использовали мою безграмотность и обманули. Хочу сказать всем молодым людям, чтобы они не подавались на говоры различных групп. Не дайте страдать своим отцам и матерям. Когда я познакомился через радио ЗЛО с Абубакром Мувахидом, я не знал, что он является членом-идеологом террористической-экстремистской организации партии Исламского Возрождения. От Вахоба я узнал, что Абубак Мувахид является нахзатовцем. Когда я находился в Афганистане, там не было ни одного благоустроенного дома. Все было взорвано и сожжено. Народ не был спокойным и уравновешенным. Старайтесь не поддаваться обману различных групп. У нас на родине все спокойно. Много школ, десятки высших школ. В свое время нас никто не призвал учиться. Поэтому из-за своей неграмотности стали жертвами обмана экстремистских групп. Воспользуйтесь ситуацией и учитесь. Познавайте науки. Вас не смогут обмануть ни Кабери, ни Хавоб, ни Абубак Мувахид, ни другие члены террористической-экстремистской организации партии Исламского Возрождения. Если у вас будут знания и рассудок, никто не сможет вас обмануть, сказать, иди сделай то, то убей, того-то будешь шахидом. Все это ложь. Не верьте. Кабери и другие главари террористов сегодня спокойно проживают в других странах вместе с детьми и толкают нас на войну. Лично я не понял все это в свое время. Теперь понял, но уже поздно сижу в тюрьме. Сегодня я раскаиваюсь в содеянном. Прежде всего потому, что в свое время не учился. Из-за своей неграмотности попал в сети к террористам. Что мне не хватало? В Магнитогорске работал на стройке, получал хорошую зарплату. Однако поверил обещаниям членов партии Исламского Возрождения, Джалудина и Хабоба. И примкнул к этой партии. Они меня обманули. Сказали, мы тебе поможем, научим тебя всему. Я им поверил и пошел за ними. Но через некоторое время оказался на базе боевиков террористического общества Ансур-Ул-Лох. Партия Исламского Возрождения. Они впрямь научили меня пользоваться различным оружием. ПК, АК, гранатометом, гранатами, ПМ, взрывчатыми веществами. Направили меня взрывать сооружения и убивать людей. Целью всех террористических групп является убийство и казни. Уничтожение людей. Не верьте словам руководителей террористической организации Партии Исламского Возрождения. Чтобы не оказаться, как мы, обманутыми. Не заходите в подозрительные сети интернета, в том числе ЗЛО. Поскольку все это ложь. Наш случай должен быть наглядным примером для тех, кто собрался поехать в те страны. Там, где террористы, там разруха, кровопролитие и убийство. Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан призывает граждан и жителей не стоят в стороне в вопросах обеспечения безопасности родной страны. Зорко отслеживает все возможные внешние и внутренние угрозы и выражает признательность лицам, оказавшим содействие, выявление и задержание подобных групп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин